Всем здорова народ, вы на канале Миклуха МакФлай и сегодня покажу как делал вот такой уличный камин. Вообще на этом месте я достаточно часто жгу костры, но это все не то, нужен камин. Поэтому расчищаем площадку и рисуем окружность диаметром 60 сантиметров. Копаем яму диаметром 60 сантиметров и глубиной 30 сантиметров. Стараемся сделать максимально ровные края ямы и дно тоже выравниваем. Чем уличный камин отличается от обычного кострового места? Тем, что он сохраняет тепло, поэтому дно ямы выстилаем красным кирпичом. Он-то как раз и позволит не упускать лишнее тепло и не греть землю. Песок я насыпал для красоты, этого можно и не делать. Роль очага будет выполнять барабан от стиральной машины. В нем очень много отверстий, что повысит количество воздуха и соответственно огонь будет гореть лучше. Ну и опять же, чтобы поменьше греть землю, мы обкладываем барабан кирпичом. При этом подойдет самый обычный красный кирпич. Огнеупорный не обязательно, вряд ли. В этом костре температура будет больше 2000 градусов. И снова песочек для красоты. В дальнейшем, кстати говоря, думаю обмазать все глиной, так оно будет гораздо лучше. Теперь наступает очень трудоемкий процесс обложить его камнем. У камня тоже несколько функций. С одной стороны это красиво, с другой стороны камень будет набирать тепло, а потом потихоньку его отдавать. И третье, на этот камень можно что-то поставить. Например, кружку с горячим чаем. Камень очень легко выравнивается. Подсыпаем под него земли, разравниваем, ставим камень, и он встает прям как на место. Остатки земли с камня лучше всего сразу смести веником, потому что как только пойдет дождь, земля набьется в поры камней и будет очень некрасиво. Еще один плюс использования вот такого барабана, это очень легкая очистка от мусора из зала. Вытащил, вытряхнул, поставил обратно, все, камин чист. Пришло время первой топки, тут обнаружился еще один плюс вот этих камней. На них очень удобно колоть дровишки. Сталось из остатков камней и какого-то бревнышка соорудить себе лавочку. Но сидеть одному скучно, поэтому поеду я за семьей. А вот еще один плюс такого камина – наличие крышки, что придает безопасности. Такой камин и для тепла хорош. И готовить на нем тоже можно. Можно быстренько соорудить поставку под котелок, казан или поставить решетку к гриль. В общем, штука получилась действительно крутая, жена сказала, что это, пожалуй, лучшее, что я делал в своей жизни. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.